Середина осени для студентов – это повод задуматься не только об оценках на промежуточной аттестации, но и о проверке своих знаний. Для этого и существуют Олимпиады. Именно в октябре начинаются регистрации, на них проходят первые отборочные туры. Участие в Олимпиадах для студентов – это возможность показать все свои знания, это возможность действительно получить дополнительные оценки, дополнительные сертификаты, которые учитываются при поступлении в магистратуру, можно получить дополнительные баллы. Ну и, конечно же, все эти достижения, они формируют портфолио наших студентов, которые потом могут быть продемонстрированы на собеседованиях при поиске нового места работы. Студенты обычно сами ищут Олимпиады. Например, одним из крупнейших по формату и направлением стал проект Высшей школы экономики «Я профессионал». Можно написать заочно-проверочную работу по разным дисциплинам – от естественных до гуманитарных. «Я профессионал» – это масштабная образовательная Олимпиада нового формата для студентов разных специальностей – технических, гуманитарных и естественно-научных. Всего более 60 направлений – от журналистики до освоения космоса. Проверить свои знания на этой неделе смогли и студенты журфака ИКСУ. Ребятам было предложено принять участие в Международной интернет-олимпиаде по нескольким дисциплинам – философия, правоведение, русский язык и история России. Участники не были привязаны к определенному времени и выполняли задания в течение дня, когда им это было удобно. Я участвовала в Олимпиаде по русскому языку и в Олимпиаде по философии. Вообще онлайн-формат именно для Олимпиад очень удобен, потому что никто тебе не мешает, никто тебя не отвлекает. В Олимпиаде по философии просто нужно было вспомнить, какой философ что сказал. К примеру, кто сказал «человек-человеку-волк», «человек-человеку-брат», «человек-человеку-бог». Уданы эти три высказывания, напротив них четыре имени различных философов. Нужно просто сопоставить. Русский язык многие студенты посчитали одним из самых сложных предметов. В тестах были представлены задания из разных разделов филологии – фонетики, грамматики, этимологии, орфоэпия и других. Будущим журналистам нужно было вспомнить литературу и даже школьные правила, которые быстро забываются. Также были задания, посвященные литературе. Как, например, в одном из них нужно было совместить высказывания в произведениях с их авторами. Наиболее сложным для меня заданием было совместить предложения с их синтаксическими характеристиками. Вообще, в принципе, школа достаточно быстро за ним пробивается и школьные знания тоже, но здесь требуется еще более продвинутый уровень. Несмотря на то, что студенты завершили заочный этап, самое сложное для них только начинается. Необходимо дождаться результатов. Для кого-то это будет хороший балл за участие или следующий этап, а для кого-то – заветный автомат. Дарья Дыханова, Ника Власова, Журфак Иксу.